Добрый день! Вы смотрите новости. Меня зовут Антон Скали. Вот так в разгар новогодних каникул мы спешим поделиться с вами самой последней актуальной информацией. Начнем с главных типов. В Новый год без долгов. Кто может попасть под налоговую амнистию и какую сумму простят жителям Алтайского края, расскажем в выпуске. Алтайские фотографы присоединились ко всероссийским соревнованиям по спортивной орнитологии. Каковы шансы на победу, выясняли наши корреспонденты. В наступивший год собаки наш проект «Книжный шкаф» приготовил для любителей чтения праздничный сюрприз. Налоговая амнистия. Физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям простят часть долгов. Речь идет об имущественных налогах, накопившихся до 1 января 2015 года. При этом приходить в Федеральную налоговую службу или писать заявление не нужно. Долги спешатся автоматически. Соответствующий закон вступил в силу 1 января. Кроме того, неплательщикам простят недоимку по налогам и штрафы. Только в Алтайском крае по предварительной оценке сумма к списанию по имущественным налогам физических лиц 195 миллионов рублей. Всего в России по амнистии гражданам и индивидуальным предпринимателям спишут ориентировочно 150 миллиардов рублей. Но за долги, возникшие позднее указанных в законе дат, платить все же придется. Сегодня в почтовых отделениях Алтайского края начали выдавать проиндексированные пенсии за январь 2018. Об этом сообщают в региональном отделении пенсионного фонда. Тем, кто получает пенсию на банковскую карту, деньги за январь были перечислены еще в конце декабря, сообщили в ведомстве. С начала года пенсии были проиндексированы на 3,7%. Размер пенсии в крае в среднем составляет около 13 тысяч рублей. С февраля изменится размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам. Ее проиндексируют на 3%, а с 1 апреля повысят социальные пенсии и пенсии по гособеспечению. Их получают военнослужащие чернобыльцы. Перебоев с выплатами быть не должно, добавляют в пенсионном фонде. Продолжаем выпуск. Алтайский край получит 268,5 миллионов рублей для ежемесячных выплат за первого ребенка. Напомню, 1 января 2018 года в силу вступил соответствующий федеральный закон. Выплаты на первого ребенка будут осуществляться из регионального бюджета, куда из федерального передаются соответствующие субвенции. Для назначения выплаты должны быть соблюдены следующие требования. Ребенок рожден, усыновлен после 1 января 2018 года. Оба родителя обязаны иметь российское гражданство, а их доход не должен превышать прожиточный минимум в более чем в полтора раза. Пособие государства будет платить в течение полутора лет ежемесячно. Сумма пособия зависит от региона и прожиточного минимума на детей за второй квартал предыдущего года. В новогодние праздники возможность выйти на лед есть у каждого. И даже в компании профессиональных анкобежцев, которые готовятся к стартам и на каникулах. Вместе с ними сейчас находится любитель активного отдыха, мой коллега Владислав Кириенко. И он готов поделиться секретами успеха спортсменов-мастеров. Антон, добрый день. Скажу вам сразу, что, во-первых, не нужно бояться выйти на лед в минус 25 градусов. На профессиональном льду и в минус 30, и в минус 35 вам будет жарко. Об этом позаботятся тренеры. Один из них сейчас, кстати, находится рядом со мной. Это тренер по конькобежному спорту Аркадий Александрович Конюхов. Аркадий Александрович, добрый день. Первый вопрос такой, дилетантский. Расскажите, пожалуйста, как нужно одеться, как нужно утеплиться, чтобы вот в такую погоду, в минус 25, в минус 30 градусов, на открытом льду кататься и не чувствовать себя некомфортно? Ну, это в первую очередь, мы же здесь находимся с работой, у нас конькобежцы. Поэтому, в первую очередь, должна быть такая одежда, которая не сковывала движение спортсмена. Все-таки бег-то скоростной на коньках. Вот, для этого у нас есть термобелье, которое одевается, скажем, под низ поверх, одевается комбинезон эластичный. И, допустим, если там соревнование на период или еще какое-то, одевается, есть самосбросы, называются штаны. То есть, перед самой работой они на замках. Замки раскрываются, то есть, эти штаны снимаются, и спортсмен оказывается в той форме, которой необходимо выполнять упражение или бег по дистанции. А если говорить не о профессиональных конькобежцах, а просто о любителях коньков, то есть, им-то как правильно одеваться в такую погоду, если они хотят выйти? Мне кажется, обязательно надо, чтобы было термобелье, которое сохраняет, держит тепло, и в то же время удобно кататься. Не надо одеваться, как колобок, допустим, там неудобно будет движение выполнять, и все такое, в таком плане. Ну и, естественно, в первую очередь, что мерзает, это всегда ноги замерзают. У нас тоже есть профессиональные такие, некоторые прибамбасы, как говорится, там одеваются чехлы на коньки и сильные морозы. Ну, а если простому человеку кататься, просто потеплее носочек одеть, и все. Там, тем более, носки есть на коньках. Аркадий Александрович, ну и еще один такой вопрос. Вот вы занимаетесь, вы тренер по конькобежному спорту. Расскажите, пожалуйста, вот, например, мне, да, любителю коньков, или просто людям, которые очень хотят научиться кататься на коньках, но как бы бояться. Расскажите, как, с чего нужно начинать, какие азы вообще существуют в конькобежном спорте и вообще в катании на коньках. Можете, вот покажите, пожалуйста, прямо сейчас нам, с чего нужно начать, какая стойка должна быть. Ну, в первую очередь, это для любого начинающего человека, спортсмена, который начинает пробовать на коньках, надо, чтобы обязательно в конькобежном спорте, конечно, существует своя посадка конькобежная. Но даже человек, который начинает обучаться, первым, должен быть, обязательно должны быть согнуты колена, церковь тяжести, должен быть расположен на середине ботинка, скажем. Вот, чтобы в любом случае человек должен находиться, чувствовал под собой конек. Очень важно положение стопы. Ну, скажем, в хоккейных стопах стопа ни в коем случае не должны сваливаться, стараться держать на коньке ровно, чтобы лезвие под вами было. И отталкивание выполняется всегда там независимо, фигурный конек, это или беговой, или хоккейный, обязательно в сторону должно проходить отталкивание. Да, обязательно в сторону отталкиваться. При этом, кто стоит на коньках, он обязательно поедет вперед. Отталкивание в сторону, он едет там по себе вперед. А спина должна быть как при этом? Спина должна быть слегка согнута немножко. Ну, это, если сказать, в посадку конькобежства, вот мы садимся в посадку. Ну, если на простых коньках кататься, можно на простых, ну, чуть согнутые вот такие ноги, для того, чтобы чувствовать под собой конек. И еще очень, ни в коем случае не должна, потому что, да, еще очень важно, надо уметь правильно падать, скажем, на коньках. Это не исключена возможность этого. Поэтому всегда, вот, как я сказал, спина кругленькая и голова вот такая. Если человек падает, то всегда надо, если падаешь на правый бок, голову влево, и подложить вот так руку под себя падать. Если человек на спину падает, это то же самое, как перекатан сперва на спину, подбородок обязательно на себя брать, чтобы исключить удар затылка по блюд. Что ж, спасибо вам большое за такой краткий инсультаж, Антон. Ну, а я добавлю, что на каток Клевченя можно будет сходить все новогодние праздники, он будет работать с двух до девяти вечера. Пожалуйста, приходите, учитесь, катайтесь. Антон, зову вас, ну и передаю вам слово в студию. Спасибо, Владислав. Ну, с таким багажом знаний обязательно сегодня на каток. А я продолжу. Сегодня алтайские фотографы присоединились ко всероссийским соревнованиям по спортивной орнитологии. Задача участников за один день сфотографировать и определить как можно больше видов птицы, а результаты опубликовать на специальном сайте. На всероссийском уровне это мероприятие проводят впервые. Его организаторы таким образом решили привлечь внимание проблемам охраны живой природы. Причем соревнования – это не только игра, но и часть научного орнитологического мониторинга в регионе. Шансы на победу у алтайского края в этих соревнованиях высоки. Я посоветую просто быть внимательнее, потому что вот мы, допустим, стоим на этом месте, я слышу и вижу пять видов птиц, нисходя с этого места. А вообще в городе у нас птиц достаточно много и может быть их даже несколько больше, чем в лесу сейчас. Поэтому стоит где-то пройти по окраинам или пройти в наш бор, в парке даже пройти. Я думаю, что видов 15-20 птиц в течение дня вполне можно увидеть. В наступивший год собаки наш проект «Книжный шкаф» приготовил для любителей чтения праздничный сюрприз. Какой, расскажет Владимир Токмаков. В книгах даются характеристики и практические советы для более чем 30 лет. Типа род собак. От овчарок до чао-чао. Как правильно содержать, дрессировать, а главное любить домашних питомцев. В них много цветных фотографий. Такая книжка будет интересна и взрослым, и детям. Если верить восточному календарю, удача в наступающем году будет с теми, кто открыт в делах и отношениях. Ведь собака не терпит поддельных чувств и неискренности. Книги о наших четвероногих друзьях, а также кулинарные рецепты, что тоже немаловажно, в праздничные дни, можно встретить на полке нашего книжного шкафа на железнодорожном вокзале. Если у вас есть книги, которые лежат без дела, то привозите их в нашу редакцию на Пролетарской 250 или позвоните по телефону 65 22 25, и мы приедем за книгами сами. А о самых интересных расскажем в следующих выпусках. Владимир Токмаков, Сергей Балуев, Новости. Выходные и праздничные дни. Самое время пройтись по магазинам, пока не затянули рабочие будни. К тому же именно сейчас зимнюю одежду можно приобрести по привлекательной цене. Шубы и шапки от фабрики Ангелина Сэм представлены на меховой выставке. Продажа. Из норки мутона Соболя Нутрии. Более полутора тысячи моделей. На любой вкус и размер. В таких шубах сибирские морозы не страшны. И встретить их можно красиво. Есть, как и новинки 2017-2018 года, так же есть и классика. Так что даже самая капризная модница найдет себе шубку по вкусу. Новинка этого сезона – шубки из речного бобра. Этот мех влагостойкий, износостойкий и очень легкий, но при этом очень теплый. Визуально ничем не отличается от стриженной норочки. К новогодним праздникам приятные сюрпризы. Каждому покупателю скидка до 20%. А если не хватает наличных, то можете взять шубу или шапку в рассрочку. И все это на выгодных условиях. Я пришла за шубкой, выбрала шубку. Шубка очень понравилась. Но неожиданно вручили подарок. Это норковая шапка. И теперь у меня и шуба, и шапка – все в комплекте. Порадуйте себя и своих близких теплым и стильным подарком. Ярмарка шуб работает во Дворце культуры и спорта «Сибэнергомаш». Адрес Ленина, 147. Успевайте до 7 января. Елена Заздравных, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Новости.